Приветствую вас, Марина. Ситуация, конечно, не простая. Вот. Я думаю, что, в общем-то, ваши мысли, они движутся в правильном направлении сейчас. Вам надо бы только несколько развить свои мысли. Вам надо бы несколько развить то направление идей, которое у вас сейчас имеется. Вам нужно, как бы, сказать, прогрессировать в этом. Понимаете, все, что произошло с вами и вашими детьми, произошло неслучайно. Вы склонны обвинять мужа или своего мужчину, вы склонны обвинять человека, вот, в своих трудностях, вот. Вы склонны, в общем-то, к этому, но, по сути, по факту, если вы говорите, то ответственны за все это, на мой взгляд, именно вы. А именно вы за это все ответственны, то, что произошло. Потому что вы сами выбрали для себя такую жизнь, вы сами выбрали для себя такую историю. И, в общем-то, благодаря вашему отношению к себе, вашему отношению в том числе и к детям, вашему отношению в том числе и к мужчине, это все стало возможным. Потому что, ну, понимаете, не внезапно же человек стал себя так вести. Ну, ну, не внезапно. Скорее всего, нет. Не внезапно. Вот. Он начал вести себя так, значит, вследствие, там, определенного рода, да, причины, он начал вести себя так с вами давно. И вы им это позволяли. Вот. Позволяли и, что самое главное, позволяете до сих пор в своем соображении, в своем сознании, скажем так. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому, тут нужно брать на себя ответственность за то, что происходит и самостоятельно решать проблемы. Вот. Увидеть свою собственную глубину выгоду от того, чтобы к вам так относились. Увидеть, что ваши дети раскладчиваются именно за ваше решение, за ваше желание, за ваше безответственное. Я не говорю этого в контексте обвинения сейчас. Не подумайте, ради бога, чего плохого. Просто хотелось бы, чтобы вы видели суть, что дело не в мужчине, дело не в человеке как таковом. Дело в вас. И вы можете, к примеру, уйти, вы можете найти другого мужчину, но отношения вы будете строить скорее всего так же, если не измените отношения к себе. Поэтому первое, что сейчас нужно сделать, это принять четкое решение о том, как будете дальше жить. То есть, ваши вопросы, вот вы, где найти жилье, как разбить этот затягивающийся узел, это вопрос к пустоту, это не к психологам. Вот. Дальше вы пишете, значит, боюсь все бросить. Что именно бросить вы боитесь? Он выйдет, найдет и побьет. Как он может выйти и найти вас, если вы можете уехать? Как? От этого можно себя защитить. Дальше, значит, ведь последним его словам дети, мы не нужны ему, ему будут только бить, всех учить жизни. Человек-садист, садист. Да, человек-садист. Если он садист, то вы, соответственно, много мазохист. Почитайте про садиста и мазохиста, я полагаю вам станет понятно, что с зависимыми отношениями нужно выходить. Дальше, все деньги-деньги, чтобы копило, ведь он выйдет, ему права, машина одежда нужна. Понимаете, какая штука? Вот здесь идет прямая, прямой, точнее, прямой перенос ответственности. Да, то есть человек почему-то считает, что, условно говоря, он, как я понял, свел тюрьму. У вас еще, Марина, достаточно такой, своеобразный стиль провисплывания, то есть что, нам, я так полагаю, нужно догадываться, догадываться о том, что вы бежали, в принципе. Вот, это, конечно, не есть хорошо, потому что нам нужно догадываться. Вот, но я так понял, что ваш мужчина, значит, или муж, или мужчина, вот кто, да, в общем, понятно, значит, сел в тюрьму, вот, и когда он выйдет, соответственно, ему нужно, ему нужна, ему нужна обеспечения. Вот, и он хочет, хочет, чтобы вы ему, ну, все это, значит, ну, он хочет, чтобы вы ему копили, наверное. Вот у меня к вам вопрос, да, у меня к вам вопрос только один. Вот, вы это делаете из-за того, что вы хотите это делать, или вы делаете это потому, что вы его боитесь? На самом деле, это очень важный момент, если вы делаете это из-за страха, то это не свобода. Понимаете, а, несвободные отношения, они, ну, так или иначе ведутся к негативу. Вот, и мужчина, он будет все равно вас бить, и все равно будет делать то, что делал, не потому, что вы совершили что-то плохое, что-то дурное, да, а потому что он такой, потому что ему это нужно, что он в этом нужна. Ну, вот, вам это нужно понять, что человек это делает для себя, человек это делает для себя, он в этом нужна. Сам, по-другому, он не может в этом, ну, в этом смысле, вы правы отчасти говоря, что он вас действительно любит какой-то вот такой неземной любовью. Потому что, ну, это вся правильная любовь, что здесь-то. Вот, ну, посадите ему заехать и почитайте, понятно, понятно будет. Вот, то есть, по какой причине вы считаете, что вы не делаете ответственно за его обеспечение, да? Вот, столы собрать, что посмотрели, вот, какой он вышел. Столы собрать, посмотрели, какой он вышел. Разве это не его ответственность, почему вы это, опять же, делаете за него? Сейчас я думаю, что бы всё, что, чтоб всё было зря, зря, что было из-за денег. Ну, очень понятно, что вы имеете в виду. Этот материнский капитал сыграл большую роль, не было бы загрёбанных денег, как их, так и мне бы не пришлось бы ехать в Круган. Да нет, вы же поехали в Круган, не из-за денег, а из-за того, что вы так решили. Никто здесь ни при чем. Это прикладывание ответств. Может, я себя накрутил, а может, нет. Но сейчас я не хочу эту семью. Хочу все равно поднались от него и его маман. Ну, опять же, вы знали, кого вы выбирали, вы понимали, с кем вы встречаетесь. Почему считались умностью из них, почему считались другим. Это вопрос. Даже хочу, чтобы были друзьями, чтобы наши встречи ни к чему не обязывали. Не хочу этот дом, не хочу какой дом, опять же. Или хочу, но чтобы он оказался в порядке от этого места, от какого места. Конечно же, я бы все об этом, что случилось. Что случилось, не очень понятно. Одно радует, это мои дети. Как могут радовать вас дети, если вы жертвы? А дети видят ваше жертвовное поведение, учатся им и мучить. Или учатся стать такими родителями, как отец. Тут как бы вот. Радость здесь интересная. Я хочу их оградить от насилия, злобы этой семьи. Да нет, вы понимаете, страшнее и опаснее для них ваше влияние. И то, какое поведение вы им демонстрируете. Вот. Это злоба семьи, это семья здесь. А вы, семья как бы где-то, а вы тут непосредственно здесь. Хочу, чтобы они в детсад ходили, чтобы школа была в этом поселке, чтобы скопались дети мои до школы в другую деревню. Опять же, вырванный сентяк. А где изначально, что происходило вначале? Эм, так. Как сделать, чтобы минно сойти? Никак. Потому что есть лидер, в котором минно не разойдет с принципом. Где найти жилье? Ну и так, вам вопрос. Опять же, я несмотря на варианты, как чего. Как распититься затягивающийся узел? Принять личную ответственность на себя, Марина. Принять личную ответственность и перестать считать себя какой-то ущербный, плохой, порочный и так далее. А он говорит, я это делаю правильно. Он заговорит просто, он, то есть как вы, прикладывает ответственность, потому что он и вы жертвам. Я с этим не согласна, я молчу. А почему вы молчите? Молчи это и есть жертва. Я не была такой. А какой вы были? Почему так вы стали? Как Господи? Как все исправить? Как все наладить? Как кашу? Ну, это опять же, прикладывание ответственности. Господи. То есть как бы, это ваша ответственность. Вы отвечаете за детей. Своих. Я не желаю никому смерти, но ловлю себя на том, что как было бы хорошо, если бы она сдохла, другого слова подобрать не могу. Кто она? Непонятно. Марина, кого вы имеете ввиду? Но смерть кого-либо ничего не решит и тихо не встанет, а вот жертвенность вас. Заставить полюбить детей, относиться к ним с терпением понимания, наверное, с подкатурки. Непонятно, насколько это предложение, если честно. Но никого вы полюбить никого не заставили. Возможно. Боже, я даже действительно могу молить, если будете ходить на уроки самозащиты. Отвойте боевой скорость, вы сможете себя доставить. Но это, опять же, не главное. Боже, как всё исправить, помоги. Господи, я не люблю, что вам поможет Господи. Потому что вы не обращаетесь сюда, так что вы понимаете, что Господь не поможет моим. Я мечтаю о другой жизни для себя, ребят. А что вы делаете, чтобы это другая жизнь была, Марина? Вот. Почитайте про отношения с Алисом и Алисом. Почитайте про треугольник Карпена. Вот. Вспомните, что вот вы говорите, что вы не всегда были такое. Вспомните. Вы увидите, что всегда этот человек раскрыл вас, раскрыл вашу жертвенность. Вот. Просто подумайте о том, что каждую секунду, каждую минуту такой жизни ваши дети получают. Травму, негатив. И что потом они будут работать с психологом так или как. И вы сейчас переживаете. А вот если вы поработаете с психологом и поработаете над собой, то детям не придётся уже отвечать и располагаться за то, что вы делаете. Если вы обращаетесь сюда, значит, вы понимаете, что у вас проблемы. Ну так, давайте проблемы последовательно решать. Это всё. Ага. Первая – это физическая безопасность. Вторая – это психологическая. Вот такой последовательность и начинается. Любой ценой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры предупреждайте. Удачи! Удачи! Продолжение следует...